О событиях ближайшего месяца можно поговорить? Да, конечно. У нас, я как член и представитель православной общины города Судак, недавно был разговор с батюшкой по этому поводу, поэтому у меня вопрос возникает о 28 декабря, когда у нас будет День Стефана Сурожского, это все-таки значимое событие, значимый, святой для города Судак. И, насколько я знаю, существует проект и уже, возможно, даже готов памятник для установки в городе Судак Стефану Сурожского. Насколько это все, какие будут мероприятия в городе происходить в этот день, насколько это все вместе с православной общиной, с церковью, со священством. Вот это вот интересует такой вопрос. Памятник еще не готов, памятник находится в разработке, его уже начинают изготавливать, благодаря поддержке губернатора Свердловской области, за что ему огромное спасибо. Человек слова, человек дела. Сейчас в Свердловске изготавливают памятник. Мы на 23-25 число декабря ждем приезд памятника в Судак. Мы сейчас начали около администрации, вот на этом треугольничке, где у нас не совсем красивая территория. Мы не собирались куда-то устанавливать памятник, как раз место вы были для памятника, главной камень был, да, этот треугольник? Нет, прямо напротив администрации. Вот если вы сейчас приехали, мы сейчас там наводим порядок. Все тут убираем, там будет сделано, сделано будет, согласно проекту, который нам прислали свердловчане, делаем постамент. Приезжают скульпторы, приезжают проектировщики, монтируют памятник Стефану Сурожскому, нашему святому, нашего стольного города Сурожа. С отцом Марка мы предварительно проговорили о том, что есть пожелание у духовенства как-то объединиться вместе с администрацией и сделать праздник уже традиционным. Конечно же, однозначно приедут представители губернатора в Судак на открытие этого памятника, однозначно наши шефы. Мы не готовы, я не готов еще вам ответить, что мы будем делать, но, конечно же, какое-то мероприятие будем делать. Надо этот праздник сделать традиционным, есть, это наша история, наша гордость, надо этому празднику дать какое-то более весомое видение в городском округе Судак. Подготовившись, мы, проработав с духовенством, предложим несколько вариантов, как мы этот праздник все вместе проведем в городском округе Судак. Очень хорошо, очень хорошо. Так что надо набраться терпения чуть-чуть, и мы вам подскажем, что будет. Да, есть еще одна тема. Как духовенство жителей, вот у меня вопрос, как духовенство жителей Белскового округа Судак за курочку Ряб, что говорят? Почему молчат, не выходят, не говорят, что все хорошо? Ну, насколько я знаю, курочка Ряба не передана в собственность, в отопшение, а передана в долгосрочную аренду. Я сразу хочу сказать, что для того, чтобы передать что-то в собственность, надо получить на эту собственность документы. Это понятно. Мы объяснили отцу Марку, объяснили представителям нашей общины, что мы сейчас вам передаем в пользование, как только мы получаем документы, правоуславивающие полностью на администрацию, после этого мы передаем в собственность нашей общины. Поэтому ту, не ту идею, а вот те пожелания, которые вынашивал долгие годы отец Никон, ну, я считаю, что благодаря его поддержке, помощи... Есть вообще идея этого сделать? Все это реально будет реализовано в 17-м году. Но сегодня уже считайте, что община собственник этого объекта.